Детеныши Патагонских мар Детеныши Патагонских мар Если бы вы знали, как любят собаки путешествовать на мотоциклах, доказательство тому это видеострассы. И не нужно комфорта салона автомобиля. Был бы хозяин с широкой спиной спереди и очки от ветра. А сам решил на крыше прокатиться. Но большинству все же такое поведение не понравилось, пишут. Осеннее обострение, наверное, я бы с ним не поехала. Оказывается, это неправильные пчелы, совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильное опыление. А иначе как можно объяснить, что на груши выросли арбузы? В качестве доказательства это видео. 2021 год. Сентябрь месяц. Груша. Или аргуша. Я не знаю, как ее назвать. Чего, видно, перестарались с опылением. Или пьяные были, когда опыляли грушу. И получилось аргуша. Пользователи посмеялись, но автору ролика все же не поверили. Нацепляли арбузов и радуются приколисты. Это арбузы плетутся по дереву. Я так детей разыгрывала, когда у меня кабачки на винограде росли. Когда ты не можешь поехать в Таиланд, Таиланд едет к тебе. Велорикшу заметили в Ростове. Стоило привязать к обычному велосипеду тачку и уложить пассажира. Возможно, жестковато, но, судя по фото, мужчину это не особо волнует. А что, неплохой вид экскурсии, которую можно было бы назвать горизонтальный Ростов. Настоящего ростовчанина, любителя раков, рассекретили пользователи. И оказался им сидящий на столе енот. Довольно морда и расслабленная поза пушистого умилили подписчиков. Наварили раков и главный начал дегустировать. Возможно, он еще и пиво выпил. Некоторые восхитились внешним видом зверька. Хороший какой лощеный. Обожаю енотиков. А другие нашли пользу. Удобно было бы, чтобы он чистил раков и отдавал мясо, а не сам ел. Скромность украшает человека. А скромный кот вызывает умиление. Видео с хвостатым, который сидел у дверей кафе, не пытался войти и только молча смотрел сквозь стекло. Вызвало бурю комментариев. Участники дискуссии пытались понять, что же случилось. Возможно, он не сделал прививку и у него нет QR-кода. Поэтому остается сидеть за дверью. Или просто пришел без галстука. Многие стали жалеть скромнягу. Бедняжка, кто бы чем угостил. Нет, только снимают. Видно же, что голодные, а люди проходят мимо. Жалко малыша. Едешь по трассе Ростов-Азов и видишь идущих через мост казака и казачку. Он брюнет, а она блондинка. А за ними собор старочеркасский и пороховой погреб. Так оживили в Кулешовке многоэтажку. Пользователи настенным рисунком восхитились и попросили чаще что-нибудь расписывать. Очень красивое граффити и тематика хорошая, казачья. На место отправилась наша съемочная группа и узнала у автора, как создавалась его картина. Этот эскиз победил в конкурсе «Выбери граффити». Из 10 предложенных тем жители предпочли Донское казачество. Голосовали всем селом в соцсетях. Влад Крайван уже вторую неделю превращает дом номер 2 по улице Матросова в произведение искусства. На рисунок в 250 квадратных метров ушло уже 300 баллончиков краски. Такое современное уличное искусство, оживляющее здание, называют муралом. Проект крутой, интересный, тем самым техника у нее другая выполнение. Потому что здесь, там ты смотришь голову, она у тебя чуть ли не во весь рост, голова человека. А здесь она кажется вот таким вот. Соответственно, нужно передать это все с помощью красок так, чтобы это было более реалистично, эффектно и смотрелось. Согласие украсить так фасад дома все жильцы дали не раздумывая. А это 72 квартиры. Все нам завидуют дома, почему не нам. Хотелось бы, чтобы больше таких картинок было на домах наших. Граффитисту осталось дорисовать лицо казачки. Из нее хотели сделать брюнетку, но Влад отстоял светлый цвет волос. И теперь она бладинка, ведь он художник, он так видит. И по цветовой гамме, и по всему. Здесь все-таки лучше и светлый, да и вообще светлота поинтереснее выглядит, чем у нас брюнет мужчина. А это светленькая русская казачья женщина такая. У нас самые красивые женщины на Дону. Не забываем об этом. Помидорное побоище устроили у Ростов-Арены. Люди в дождевиках бросали овощи друг в друга. По словам очевидцев, так горожане решили проводить лето. От обстрела помидорами никто не пострадал. Пользователи-биологи предположили, что на следующий год на этом месте вырастет помидорное поле. Ведь так много семян осталось в земле. Некоторым такая активность понравилась. А вот хейтеры, как всегда, молчать не стали. По-моему, это самый абсурдный фестиваль – кидаться овощами. Они изначально заплатили за них. Некого накормить было помидорами, а бросаться могли чем-то несъедобным. Противно смотреть на перевод продуктов. Ох уж эти учителя на дороге. Вот им расплата за учебу. Грузовик по левому ряду начинает идти на опережение внедорожника в правом ряду. Но тот его подрезает и притормаживает. Ну, учит, как он считает. Водителю большегруза это не понравилось. Он джип подтолкнул раз, потом другой. И тут же учитель в панике рванул на обочину. Комментаторы инцидента разделились на два лагеря. Одни уверены, что большегрузом на этой левой полосе не место. Их надо за такую езду наказывать. Другие вступили из-за водителя фуры. Где этот учитель учился, этот дальнобойщик, похоже, преподавал. Но нашлись и те, кто за здравый смысл. Гордыня у обоих. Такое к хорошему не приведет. Разбили две машины. И что теперь? Надо не только о себе думать, но и других уважать. Хочешь узнать толщину стен в своей квартире в новостройке? Вкрути сверло, вешай карниз, как сделал автор поста. Чтобы шторы держались прочно, пришлось использовать фасадный дюбель. А он насквозь прошил стену. Теперь, по словам автора, через отверстие можно увидеть улицу, а в доме дополнительная вентиляция. Ножки карниза. Вот это что? Ладно, 6 мм на 4. Ну, на 40 мм. Вешали уже другие. Фасадный дюбель. Длинный. 6 на 60. По газобетону. Одни подписчики предложили использовать монтажную пену, а потом уже в ней делать отверстие для более короткого дюбеля. А другие посоветовали покупать потолочный крепеж. Ну, не перестраивает же дом, правильно? Иногда фраза «обезьяна за рулем» звучит совершенно не обидно, потому что там действительно обезьяна. В сети появилось фото, на окне легковушки, с водительской стороны сидит мартышка. Кажется, машина стоит в пробке, и обезьяна решила прогуляться, не отходя далеко от хозяина. Некоторые пользователи испугались за ее безопасность. А если она вдруг решит побежать? Там же много машин, кто-нибудь может и не заметить. Надеюсь, что с ней все будет в порядке. Но остальные животным полюбовались. Какая симпатичная обезьянка. Да еще и в брюках. На стиле. Жена и муза великого русского поэта обзавелась новым украшением. Нашей бронзовой Натальей Гончаровой, гуляющей по Батайску, появилось ожерелье. Судя по фото, Александр Сергеевич подарок одобряет. Его позиции придерживаются и пользователи. Вроде мелочь, а как-то уютнее стало. Даже немного оживило памятник. Мне нравится. Это пример того, когда хочется что-то сделать с памятником, и вместо того, чтобы его портить, можно украсить. Постбеспокойство или кот-адреналинщик. В общем, ему эта публикация и посвящена. Подписчики начали волноваться за кота после просмотра видео. На ролике видно, как он лежит на животе на тонкой перекладине над бездной. Это ж неизвестие, но понятно, что высота есть. Ростовчане тут же начали жалеть хвостатого. Я за него переживаю, как он туда попал и как будет выбираться обратно. Это издевательство над животным. И схватить не успеют. Это весь мой лов интернет новостей на этой неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин